Добрый день! В эфире Динара Саджан. И сегодня я хочу поговорить с вами о детском молочном питании. Когда я родила своего сына Даниала в 2005 году, мне удалось покормить его грудью всего 4 месяца. И тогда, я помню, очень остро стоял вопрос поиска молочной кухни. В Алмате ее просто не было. Поэтому, когда родилась моя дочь Диана, я ее кормила максимально долго, почти до 4 лет. И сегодня у меня в гостях эксперт в этой области, один из руководителей бренда Агуша на территории СНГ, Асель Сатенова. Асель, добрый день! Добрый день, Динара. Я пригласила вас не случайно. На днях в одном из супермаркетов Астаны я увидела на полках молочную продукцию Агуша от 6 месяцев. Вот хотела узнать у вас, что это за продукция, когда вы начали ее производить. Динара, ну, прежде всего, спасибо большое за приглашение, за интерес к нашему бренду, к нашей компании. Ну, что касается выхода на рынок молочной Агуши. Вообще, в целом, торговая марка Агуша имеет большую историю. На самом деле, более 30 лет на рынке. К примеру, там, на рынке России мы взрастили уже не одно поколение детей, да, понятно, что более 30 лет. Мы там лидер рынка. На рынке Украины мы тоже лидер рынка, у нас свои заводы, да. А в Белоруссии, например, года три назад мы перезапустили молочную Агушу. Достаточно успешно. То есть мы, в принципе, куда бы мы ни заходили, мы занимаем лидирующие позиции. И по праву, на самом деле, можем называть себя экспертами в этой категории. Вот. Но на сегодняшний момент на территории Казахстана, а в Астане, в частности, да, вообще нет молочного детского питания и в Казахстане есть, но ограничено. Поэтому мы, понимая нужды наших мамочек, понимая на то, что ссылаются эксперты, да, эксперты говорят, что очень важно кормить ребенка молочным питанием, очень важно кормить детским молочным питанием, которое адаптировано под организм малыша. Соответственно, мы решили в 2018 году сделать такой запуск, ну и, соответственно, начать с нашей столицы, с Астаны. Вот, собственно, поэтому. Это очень хорошая новость, потому что я, как мама двоих детей, очень рада тому, что молочная продукция Агуша появилась на нашем рынке. Когда ты рожаешь, естественно, ты хочешь кормить максимально долго своего ребенка, то есть чтобы он был на грудном скармливании. Но не у всех это, к сожалению, получается по разным причинам, да. Кто-то по состоянию здоровья, у кого-то пропадает молоко. Естественно, когда ты переходишь на искусственные смеси, у тебя все равно есть какие-то угрызения совести. Еще, знаете, есть такая наша ментальность, да. Все начинают кормить ребенка взрослой едой, начиная там уже с трех-четырех месяцев. Это, мне кажется, большая ошибка. Проблема. Проблема, да. Потому что ребенок носит одежду, он же не носит одежду взрослой, да. То есть для него шьется специальная одежда. Для ребенка создается специальная даже посуда, да, там из эко-материалов. Мы покупаем ребенку специальную там какую-то мебель, да, тоже маленькую. Естественно, мы должны кормить ребенка специальным питанием. Что вы скажете родителям, которые начинают очень рано давать своим детям, то есть взрослую еду? Ну вот если говорить конкретно о взрослом молочном питании, да, то здесь родители должны понимать одну простую вещь. Если продукт с маркировкой от шести месяцев плюс, к нему совершенно другие требования. Первое – это высший сорт молока, да. Если во взрослую молочную продукцию заливает все, что угодно, и, ну как бы, ну, имеется в виду с точки зрения сортов, да, и здесь нет никаких ограничений, то в детской молочке исключительно высший сорт молока, только так. С точки зрения сырья, упаковки, да, то есть эти вещи должны быть сертифицированы только для детей с раннего возраста. Если посмотреть, ну, на завод, да, если посмотреть, то это отдельное помещение обязательно, то есть не так, что там на одной линии производится взрослая молочная продукция. То есть это должен быть отдельный завод. Правильно. Который производит только детскую молочную продукцию. Да, да, только так. Плюс это отдельная приемка молока, да, как я говорила, высшего качества. Это отдельные линии, это абсолютно как бы отдельные помещения и очень-очень строгие требования к этой продукции. Далее можно сказать, что, ну вот, есть такое понятие, как политика по аллергенам. Если мы говорим о детском молочном питании от 6 месяцев плюс, то здесь очень жесткие ограничения. Не должно быть таких ингредиентов, например, как желатин, орехи, какао, да. И четвертая вещь, которую я хотела бы сказать, чтобы наши мамочки и папочки в том числе понимали, да, что, безусловно, сейчас на рынке есть молочная продукция с маркировкой 3 года плюс. Что все понимали, если маркировка 3 года плюс или взрослая молочная продукция, к ней абсолютно другой уровень подхода, контроля качества с точки зрения сырья, упаковки, завода и так далее, и так далее. Все, что я перечислила. И детское молочное питание, оно адаптировано под организм малыша. То есть ребенок в таком возрасте, ему нужен специальный продукт, который помогает укреплять косточки, зубы, пищеварение и так далее, и так далее. Моя дочь Диана любит творожки, поэтому, когда я увидела на полках наших магазинов детскую молочную продукцию Агуша, именно творожки, мы, естественно, сразу же их купили. Вот давайте расскажем нашим зрителям, какой ассортимент будет представлен в магазинах Астаны. Мы на самом деле подобрали такой самый оптимальный ассортимент для казахстанского рынка, исходя из нужд наших казахстанских мамочек. Во-первых, было проведено большое исследование, именно локальное, казахстанское, исходя из которого мы определили нужды мамочки. Что нужно мамочке с маленькими детишками? Первое, что беспокоит, зубки лезут, прорезаются, косточки должны быть крепкими. На этот вопрос у нас есть ответ как раз творожками, то, что вы говорите. Пищеварение тоже еще одна проблема в раннем возрасте. У нас есть совершенно уникальный продукт Биолакт, который запущен также в Казахстане. Есть проблемы у некоторых детишек со сном, не хотят они спать. У нас есть огромный ассортимент, так и называется, засыпайка в молочной продукции, который содержит все пребиотики, мелиссу, помогающие детишкам крепко спать. То есть достаточно такой сбалансированный ассортимент, опять же, исходя из нужд наших мамочек. Что касается требований к молоку, вы сказали, что только высший сорт молока. Я знаю, что ваш завод находится в Омске. И вот мне просто интересно, как происходит сбор молока. Динар, я на самом деле, я просто вижу как бы перечень вопросов. Вы очень любознательный человек. Мы вас приглашаем официально на завод в Омске. У нас есть эксперты, которые вам не только расскажут, но и покажут, как это происходит. И когда вам будет удобно, в любое время вы можете приехать на наш завод и вы очень увидите... Я принимаю приглашение, обязательно съезжу в Омск, посмотрю завод. Зная своих подписчиков, хочу задать конкретный вопрос, где можно будет приобрести молочную детскую продукцию Агуша у нас в столице. Мы на самом деле постарались практически стопроцентно покрыть все супермаркеты, гипермаркеты города Астаны. Безусловно, мы будем частично в традиционной рознице, это имеется в виду магазины у дома, но там, где торговая точка может соблюдать нормативы с точки зрения холодной полки. Но я думаю, что проблем не будет географически. Практически в каждом районе города Астаны мама сможет пополнять заплату. То есть это будут большие супермаркеты? В основном, да. Будет, конечно, частично и традиционная розница, но, повторюсь, если будет холодное оборудование в этой точке, потому что это важно, сохранять продукт в температурном режиме. Спасибо, Асель, за эту встречу, за то, что ответили на все наши вопросы. 30 лет ваша компания производит соки, каши. Оказывается, 30 лет вы производите молочную продукцию для детей. И мне кажется, что это очень большая ответственность перед родителями, перед детьми. Поэтому я с удовольствием съезжу в Омск, посмотрю, как работает завод, потому что мне это интересно и как бизнес-проект. Не каждый решится заниматься таким очень ответственным делом, производить детское питание. Я с удовольствием съезжу, расскажу всем нашим мамочкам, родителям, потому что, когда рождается ребенок, ты хочешь дать ему самое лучшее, да. И вот с помощью Агуши мы можем вырастить правильное поколение. И спасибо, что развиваете пищевую культуру в нашей стране. Друзья, следите за моей лентой. Обещаю в ближайшее время съездить в Омск на завод Агуши и посмотреть, как производят детскую молочную продукцию.